Меня слышно, тебя слышно. Ну, понеслась, как тебя зовут? Меня зовут Егор Давыдов. В каком классе учишься? Я учусь в 8-м Б-классе. Я считаю, что сидеть и просто в моем возрасте играть в компьютерные игры, ну, это не жизнь. Как по мне, да, в моем возрасте ты должен заниматься каким-нибудь активизмом, попытаться исправить нашу страну, спасти леса, бороться за права людей и животных. Мне кажется, все задержанные сейчас, по большей части, по политическим и подобным делам, они все герои. Роман, приветствую. Ну, как оно? Ну, нормально. Если в плане условий, то... Положуха, да? Да нет, в этом плане это более-менее нормально. Как бы кормят нормально, там, ну, не очень порции большие, но ребята говорят по-разному, какой день это дня, как бы. Вот. Единственный... Ну, непонятно, почему с тобой там приносить что-то нельзя, ну, как бы, потому что, ну, непонятно, как бы... Ну, это глупое правило. Плюс они свет еще не выключают, это самое, наверное, плохое, что свет гасится, но остается все равно фонарь. Вот. И спать, конечно, там полный отстой. Вот. Видите, какие сосны падают? Именно за забором идет уничтожение Троицкого леса. Вот так вот полиция охраняет уничтожение леса. Егор, что произошло? Вспомни, 17 января 2023 года, вот, недавно. Я гулял в городе Троицк. Просто в парке, то есть в лесу, то, что там происходит, снимал на обычной камере телефона. Человека, ну, в своем городе, в своем же лесу, ну, какие-то бандиты просто начинают, как бы, бить, вот. И надо заметить, как бы, что я их максимум, максимум отталкивал, да, то есть я, как бы, не начал наносить удары или там что-то, или, там, не знаю, там, кого-то там начать душить или еще что-то. То есть я максимум их отталкивал. А какие вот, по твоему мнению, действия полицейских, на твой взгляд, были самые возмутительные? Ну, как минимум, то, что меня били и оскорбляли. И забрали мой телефон. Все было, все было ужасно. То есть здесь нельзя выделить что-то одно. Скажи, пожалуйста, на тебя повлияла вообще эта ситуация как-то? Не жалеешь, что вышел защищать Троицкий лес? Не, ну, естественно, в этом плане-то, как бы, ну, не жалею. Единственное, меня просто бесит, что какие-то, ну, просто абсолютные мрази в халатах, клоуны, как бы, взяли и посадили меня на 4 дня, лишили свободы. Ну, это просто, ну, просто бесит, вот. А у нас каждый гражданин, в соответствии с 58-й статьей Конституции, обязан, каждый, то есть там даже написано гражданин, каждый написано, видимо, те, кто находится на территории Российской Федерации, обязаны сохранять природу. Вот человек, пользуясь своей не только правом, но и обязанностью, как бы, имел право, как вот мой подзащитный экоактивист, он имел право спросить документы. А вы откуда приехали учить меня? А вы откуда? А мы тут живем. А мы тут живем. Я москвич. Я такой же москвич, как вы. В 16-м году было постановление правительства, даже Путин, по-моему, было подписано, о том, что в 70 километрах от Москвы запрещены вообще любые вырубки. В 70 километрах... На камеру снимайте, я по-другому, конечно, сказал, вот, то, что подписано. От кольца, понимаете? На видеозаписи есть четкое требование от граждан, где ваши документы, ну, к строителям, жители обращаться, женские голоса, и что вы за организация. Нормальная ситуация, когда кто-то начинает рубить лес в твоем городе. Вот. Нормальная ситуация, или даже на строительном объекте, когда люди начинают спрашивать, кто вы такие, есть ли у вас разрешение. Вызывают полицию, ожидают полицию на место происшествия, при этом никто их не должен атаковать, как бы избивать и так далее. Ольгу повалили! Ольгу повалили! На помощь! Я видела своими глазами охрану, которая не реагировала на вопросы, не представлялась. Я сама пыталась задать вопросы о охране. То есть были просто люди. По факту действия есть. По факту действия, что я видела. Значит, они строили забор, и просто вот стоял человек, Роман Жоков. Я увидела, как его повалили, и начали дышить. Мне вообще показалось, что все это убивали. Извините, пожалуйста, кто вы? Поднимайте полицию! Вы что вообще творите, убилки? Перестаньте! 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 Вы что творите, да оттащите их, что ли? Вы что творите? Отпустите его! Отпустите его! Отпустите, человек пришел! Выражался нецензурной брани? Я не слышала такого. А со стороны строителей, они выражались нецензурной брани? Может, они просто перепутали? Да нет, я не слышала. Вот чего не слышала, того не слышала. Я видела, как они бьют, как они бросают на землю женщин, я видела, как они конкретно чуть не задушили Романа Жохова. Протокол доставления у тебя есть, уже тебе вручали. Рапорт. Сотрудник Михаил Сучков пишет, что ты размахивал руками, отталкивал в работу, ругался не оценивированной брани, при этом говорит, что он не видел это лично. Но рапорт написал, почему? Или хочешь я напишу? Я напишу, да, я просто не знал. Давай я просто прямо в объяснениях. Прошу попросить полиции в заведомом ложном доносе в отношении меня. Согласно нашей жалобе, по делу, значит, мой подзащитный был оговорен заинтересованными лицами. Это представители строительной организации, как написано и в рапорте сотрудника полиции. И в том числе, собственно, в объяснениях этих лиц, что они являются чоповцами. Но никаких документов опять же не приложено. Мне известна другая информация, что это обычные наемники, то есть те лица, которых неоднократно нанимают при незаконных работах, когда у строителей нет разрешения на ведение работ, когда местное население начинает подходить к строителям и спрашивать, а вы кто? То есть у вас есть какие-то документы, проектно-смертная документация? В этом случае как бы существуют наемники, обычно качки спортивного вида из различных клубов, которые атакуют местных жителей. Байтеры, мигранты, рабочие, которые вставили этот клуб, и вокруг вот это вот, извините за выражение, стая, вот этих совершенно невменяемых людей в черных балаклавах. как было вот этих балаклавах со скрытыми масками? Яна считала где-то, яна считала человек, наверное, 15-16 вот так. И вот они боролись с женщинами, да, с местным населением. Если значительная часть, мы можем обсуждать цифры отдельно, да, как бы это детали. Но это значительная часть, какая-то достаточная часть жителей Троицка, которые и так против вырубки. Если они просто выйдут и скажут свое «нет», то вырубки не будет. Не смогут в Троицке арестовать весь, правильно? Ну как бы, ну... Просто когда у вас под боком, ну, совсем вот прямо вот у вашего дома уже подходит, начинает твориться беспредел, ну, уже как бы, ну, нельзя в этом случае молчать, да, как бы, ну, у нас так в стране все любят как-то помолчать. Мы против стройки! Еще раз! Мы против стройки! Спасибо! Вы молодцы! Женщину не трогайте, пожалуйста. Женщину не... Не трогайте женщину. Я увидел, что у нас в Троицком лесу произвели массовую вырубку, ну, то есть, ну, просто не было куска леса. Я вообще об этом не знал. Когда я первый раз пришел и увидел, ну, как бы, конечно, было... Ну, возмущения не было конца. Я присоединился, как бы, и помогать инициативной группе Троицкого леса защищать наш Троицкий лес. Смотрите, какая была история. 16 января, ну, выкидывали в городские чаты, что люди, просто прохожие, начали замечать, что ставят какой-то подозрительный забор. Недалеко от прошлой вырубки, которая как раз была и прозвучала на всю страну. Здрасте, а что здесь будет? Что делаете? Не знаю. Под забор, да? Скорее всего, забор. Под забор, да? А много вы уже таких выкопали? Нет, вот это только редко. А сколько нужно по плану выкопать? Тысяча. Тысяча вот таких дырок? То есть, они прям делали это очень быстро. То есть, вот прям вот, чтобы максимально сразу же огородить территорию, и чтобы жители просто даже не могли спрашивать. То есть, они прям гнали забор, делали его. Они там написали, что они строят очередную школу. Тогда получается, что они строят, вот в прошлом году строили школу, да, рекордную на 2100 мест, там самую большую, там, условную, я не знаю, в Москве или там, может быть, в области, или там, не знаю, в европейской части России, не помню. Ну, это какая-то там школа-гигант, которая поставит рекорд, да, когда будет доделано. И вот с прошлого года, вот рядом этой школы, прямо вот рядом с этой школой, получается, они сейчас вторую школу строят, по их заявлению. Что было с другими экоактивистами, которые в тот же день, что его задержали, что парня били книгой? Нет, я видел даже, там был парень совсем молодой, я так понял, что ему только 14 лет, ну, может, вот, 13. Ну, я не знаю, кто говорит, что это возраст, но он совсем маленький, как бы. Да, Егор. Практически ребенок, да. И он ко мне подошел в один момент и сказал, что у него, ну, да, кстати, как вообще возникло, у меня, ну, все это потасовки, мне сломали очки, да, как бы, ну. Они все про имущество любят говорить? Вот эти люди сломали человеку очки. Да, все снято на видео, и куча свидетелей. Очки дорогие, научный сотрудник этого города Троицка, гордый. И он мне предложил свои очки, вот этот парень, да, молодой, что, вот, наденьте мои очки, я, как бы, вижу без них. Вот так мы с ним познакомились, а потом он ко мне подходил и сказал, что вот бандиты, у него, у него упал телефон, бандиты взяли его телефон и забрали себе. Но в один момент, когда я начал снимать строителей, один из них ударил меня в живот и забрал мой телефон. То есть ты, ну, туда приехал неспроста, ты оказался там, почему, ты там поддерживал, как бы, тех активистов, или почему ты там, вот, в Троицке оказался? Я поддерживал активистов защитой Троицкого леса, но я никуда не взял, я просто снимал. Для нашей группы по новостям. Только когда я начал подходить к местным экоактивистам, просить, чтобы мы вместе подошли, когда я рассказал большому количеству людей, мы подошли к полиции, потом она как-то зашевелилась, и от строителей нам принесли мой телефон. Забрали телефон у человека. Сказали, что они хорошие, что вернули телефон. Ну, видимо, его не было, потеряли и полчаса. Ну, не знаю, похоже. Меня ударили в живот перед этим. У меня выпал телефон из комнаты, он лежал в этом кармане. А вот его забрали. А какой строитель? А вот попробуйте их определить. К сожалению, я не могу, они все в масках, в одинаковой одежде. А потом, через 5 минут, когда мне вернули телефон, ко мне подошла майор полиции Ольга Убогая и двое неизвестных в черных куртках и в масках. А потом сотрудники полиции вместе с майором Ольгой Убогой пытали меня, то есть били книгой, орали на меня матом. Хотели, чтобы я написал заявление, донос на своих товарищей из революционной альтернативы и защиты Троицкого леса. А на кого именно? На всех активистов, которые там были. А в чем ты должен был их оговорить? То, что это несанкционированный митинг, туда свозят нас за деньги, то, что мы устраиваем драки, то, что это все незаконно и подобное. А что за книга была? Бакунина. Бакунина. Это чья книга была? Ну, книга была моя, которая лежала у меня в сумке. А, они еще и твоей книгой тебе сбивали? Да, моя книга, которая мне любит в сумке. Семнадцатого числа я работала. Мне на телефон в телеграме написала какая-то девушка о том, что мой ребенок находится в участке. Ей сообщил какой-то там человек После чего Мне уже позвонила моя мама То, что с ней связалась полиция Видимо, на домашний телефон И также позвонил классный руководитель Мне мама дала номер телефона Ольге Убогой Я ей перезвонила Она мне сказала приехать в течение 3 часов Иначе ребенок будет перенаправлен Куда-то в другое место Ну и дала адрес, и я поехала Приехала в отдел В кабинете сидел Егор с ней Вот, она писала Протоколы всякие составляла Писала с ним, спорила По поводу леса, застройки Повышала, да, голос был повышен Вот, она ему так же угрозала Что она его куда-то посадит, если он еще раз туда приедет Если она еще раз с ним соприкоснется То есть, если он приедет в тройский лес А что вы сказали сыну после случившегося Я сказала Я не против его поездок в лес Не против его деятельности Которой он занимается Вот, единственное, конечно, мне не нравится По поводу того, что она нас вот Как бы хочет поставить на учет куда-то там по ПДН Вот, за это я переживаю Остальное все, в принципе, я везде Егор поддерживаю То есть, на вас оставили протокол? Да, на нас оставили протокол На меня составили протокол О не должном воспитании, грубо говоря, ребенка Почему вы приехали сегодня из Троицкого леса в Бицинске? Ну, в Бицинске лес надо тоже защищать То есть, также на воскресный рейд Вместе со всеми Сергеем Матрисским, с моей матерью Другими товарищами Вы первый раз, да, на таком рейде? Да, я первый раз Я поддержать ребенка С моего приехала и вас Отлично И природу, наверное Ну, конечно Слушай, а вот можешь ли рассказать Может, у вас есть такое Что ты можешь сказать О уроках разговора о важном Есть такое вообще в школах сейчас? Есть, да У нас он проводится То есть, у вас проводится Ты ходил на такие занятия, да? Один пришел, но другие не прихожу Обыкновенная промывка мозгов То есть, государственная пропаганда Про великую нацию Про нашего президента Про СВО и подобное Добрый вечер, добрый вечер Добрым людям на здоровье Подъезжает он Давай сеттим дом Счастья, добрый вечер Добрый вечер Добрым людям на здоровье Так, теперь у нас Егорка вешет Это мне неудобно Мама пытается помочь Добрый вечер, добрым людям на здоровье Ну и вот что такое, на мой взгляд, настоящий патриотизм? Настоящий патриотизм Это не любовь к какому-нибудь одному рождю Не любовь вот этой кучке депутатов Госдумы, допустим Любовь к своему народу Ко всему народу К своей природе, в первую очередь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова